МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. Сегодня в программе. 65 домов города Азова останутся без горячей воды. Мичуриниц 3 банкрот. Комментарий конкурсного управляющего дачного товарищества. Главной новостью сегодня стало сообщение главы теплоэнерго об отключении горячей воды в нашем городе. Подробнее об этом рассказал Олег Заруба. Сегодня, 18 числа в 14.00, нам всем муниципальным котельным города Азова было ограничено, ну, практически отключено газоснабжение поставщиком газа, гастронный регион газ, связи с тем, что мультеплоэнерго длительное время, в течение последнего полугода, держала часть платежей за газ. Это связано с тем, что население платит по 1,12, и оплатить мы должны газовикам по показаниям счетчиков газа на котельных. У нас и не хватало денег. В прошлом году в этой ситуации брали кредит, теперь еще и кредит надо выплачивать. То есть финансовое состояние мультеплоэнерго по адъективным причинам не позволяло рассчитаться полностью за газ. Поэтому мы просили газпромный регион газ какую-то сделать ресурсизацию, отсрочку платежей, старались взять кредиты еще раз в банках, но, к сожалению, состояние предприятия не позволяет в настоящий момент это дело завершить. На 65 домах города Азова прекращено горячее доснабжение. До того момента, когда мы дособерем деньги за отопление по 1,12, рассчитаемся за газ, планируем в ближайший месяц, ну, может быть, 2. Точно сказать не могу. Оплата будет заниматься за горячую воду? За горячую воду, конечно, нет. На всех домах стоят счетчики и по отоплению, если берется оплата 1,12 равными частями, то по отоплению будет заниматься оплата, потому что население фактически недоплатило зимой и будет доплачивать летом. А за горячее доснабжение идет по фактическим протяжениям. С завтрашнего дня на неопределенный срок прекращает работу и городская баня. За многомиллионные долги муниципального предприятия теплосети перед ресурсоснабжающей организацией будет отключена котельная, которая поставляет пар в баню. Ситуацию прокомментировал директор муниципального предприятия «Родничок» Сергей Лыга. «Официально никто не предупредил, но на котельную зашли, сказали, что регион газ отключает сегодня баню, дает нам доработать до 9 вечера и все, отключают котельную». «А на какой срок?» «Срок неизвестен, пока теплосети не погасят долги перед регионом газом». Мэр города Сергей Бездольный продолжает посещать предприятия «Азова» и бюджетные учреждения города. Сегодня Сергей Леонидович побывал на производственной площадке одной из фармацевтических компаний «Азова». Городоначальник отметил высокий уровень производства лекарственных препаратов с применением высокоточного оборудования и нанотехнологий. Глава города обещал руководству компании содействие в дальнейшем развитии предприятия. О банкротстве дачного товарищества «Мичуринец-3» стало известно несколько дней назад. Сегодня сложившуюся ситуацию прокомментировал конкурсный управляющий Николай Малиновский. «Решением арбитражного суда по Ростовской области запущена процедура банкротства в отношении дачного товарищества «Мичуринец-3». Назначенный конкурсный управляющий данного производства Николай Малиновский дал комментарий по поводу сложившейся ситуации корреспондентам «Пятого канала». Это означает то, что нужно максимально погасить имеющуюся кредиторскую задолженность, которая образовалась, и, соответственно, не накопить текущие платежи. Полномочия руководителей с 14-го числа, после того, как определение у нас вышло, оно вступает в силу незамедлительно, они прекращаются». Это первый случай в России доведения до процедуры банкротства дачного товарищества. «По России было примерно 7 случаев того, что подавали на банкротство ДНТ. Но все как-то сумели расплатиться, соответственно. И, в принципе, и сейчас у «Мичуринца-3» есть возможность расплатиться с долгами». Несмотря на сложность сложившейся ситуации, спасти дачный кооператив от банкротства можно. «Если два пути, опять же, просто собрать денег и отнести кредитору, перечислить на их счет, ну это так мы берем образно все это дело. Конечно, это сложнее все в жизни, но возможно. Это на любом этапе, на любой процедуре возможно такое. И возможно заключение мирового соглашения». Николай Юрьевич объяснил, в чем состоит процедура заключения мирового соглашения с кредитором. «Нужно людям выработать график погашения, то есть график платежей и, соответственно, обратиться ко мне, чтобы я вышел с ходатайством перед арбитражным судом Ростовской области, чтобы можно было его утвердить. Если кредитор тоже согласен на такой график погашений, то, соответственно, будет утверждено мировое соглашение. Процедура банкротства как таковая прекращается». Администрация нашего города предложила ряд мер по выведению товарищества из кризиса. «Администрация этим занимается, тем, чтобы рассмотреть условия, чтобы на этом площадке, на вот этой территории было создано несколько ДНТ, ну там суммарно где-то число участков 500-600». Другой вариант – заключить договор с одной из управляющих компаний. «Передать в управление управляющей компанией. Управляющей компанией, если найдется достойная управляющая компания, которая сможет обеспечить весь этот массив, сможет это все сделать, то, в принципе, можно и такой вариант рассмотреть». Окончательное решение еще не принято ни одной из сторон. Пока проводится процедура передачи документов конкурсному управляющему. Ясно одно, что деятельность всех председателей Мичуринс-3 завершена. Все решения теперь принимаются только конкурсным управляющим Николаем Малиновским. В ближайшее время Николай Юрьевич пообщается с садоводами и определить дальнейший план выхода из создавшейся ситуации. Олеся Слинько, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Акт вандализма был совершен сегодня ночью. На одной из стен городского дворца культуры злоумышленники нанесли надпись нецензурного содержания и фашистскую символику. По данному факту производится проверка сотрудниками полиции. В течение суток проходил демонтаж центральной опоры теперь уже бывшего подвесного моста через реку Азовка. Разрушение сопровождалось сильным шумом. Чем закончилась борьба бетонной глыбы и тяжелой техники в рубрике «Без комментариев». Субтитры создавал DimaTorzok С 1 апреля Управление ветеринарией Ростовской области принимает активное участие в борьбе с незаконным оборотом водных биоресурсов. За 2,5 недели государственными ветеринарными инспекторами совместно с сотрудниками МВД проведено 48 рейдов и 34 задержания. Изъято и утилизировано 3995 килограмм рыбы. Операция «Путина-2014» продлится до 31 мая. В Азове и Азовском районе зафиксированы 4 случая перевозки рыбы без документов, подтверждающих законность вылова. 60-летний юбилей завтра отмечает Александр Гавриленко, посвятивший всю свою жизнь развитию культуры в Азове. За творческие успехи и плодотворную деятельность в сфере культуры и образования Александра Гавриленко неоднократно награждали дипломами международного уровня и почетными грамотами Министерства культуры. Мне выпала большая честь от имени Всероссийского музыкального общества вручить эту грамоту и удостоверение и знак за большую плодотворную работу в области музыкального просветительства и сотрудничество с музыкальным обществом в Ростовской области за пропаганду музыкальной культуры ДОНа, где написано «Присвоить звание заслуженных деятеля Всероссийского музыкального общества Гавриленко Александру Викторовичу». Александр Викторович, это очень высокая музыкальная награда. Подписал ее председатель правления Всероссийского музыкального общества народный артист России Сергей Иванович Политиков. Вы заслужили это в канун своего дня рождения. Я вам вручаю. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды и программа «Бум» детской студии Кул ТВ-шоу. Хороших вам выходных и с наступающим праздником Воскресением Христовым. До свидания. 19 апреля облачная. Температура днем плюс 19, плюс 22 градуса. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Ветер восточный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 53%. Уровень воды в реке Дон на 6 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 4 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова